всем привет сегодня вяжем вот такие вот красивые пинеточки вот с таким вот интересно красивым декором цветочки в 3d вот такие вот у нас они двусторонние красивые так подошвочка у нас сейчас мы с вами измерим так 11 с половиной сантиметров у нас подошва так для самых маленьких вверх у нас связан резиночкой обвязала я рачьим шагом обязательно завязочки обязательно завязочки резиночка хоть и есть но это бесполезно завязочка обязательно вот такой вот декор я сделала я считаю бусинки можно конечно пришивать но все-таки я решила вышить иголочкой ягодки вот такие вот зернышки так вот такие вот красивые симпатичненькие у нас получится ягодные пинеточки так нам понадобятся спицы 5 или 4 смотрите сами там когда мы резиночку будем вязать так нитки для отделки для отделки и зеленые ниточки подбирайте по цвету сами так иголочка обязательно крючок так линеечка и ножнички ну что давайте готовьте все девчата и начинается любым удобным для вас способом мы набираем 35 петель чик как вам удобно 35 и вот набрали 35 петель и первый ряд мы провязываем просто лицевыми первым и снимаем и последним и провязываем изнаночной петлей все давайте провяжем полностью ряд лицевыми второй ряд мы вяжем уже с прибавлениями кромочную сняли накид я делаю вот такой вот перевернуты что дырочки не было 15 лицевых 3 15 провязали 15 лицевых опять накид 3 лицевые 1 2 3 опять накид 15 лицевых 15 15 провязали опять накид и кромочная изнаночной петлей все следующий ряд 3 мы провязываем полностью все петли лицевыми и накид провязываем тоже лицевыми первую снимаем последнюю провязываем изнаночной 4 ряд мы с вами кромочную снимаем выполняем опять накид теперь вяжем 16 лицевых 2 так 1 2 3 4 давайте самостоятельно провязываем 16 лицевых провязали опять накид 5 лицевых 1 2 3 4 5 опять накид и 16 лицевых до конца ряда довязываем 16 лицевых довязали опять накид и кромочная все 5 ряд мы провязываем полностью все лицевые петли лицевые петли без прибавления 6 ряд кромочную снимаем опять выполняем накид далее вяжем уже 17 лицевых 1 2 3 4 5 17 лицевых провяжем самостоятельно провязали 17 лицевых опять накид теперь 7 лицевых и опять 17 лицевых до конца ряда 17 лицевых 17 провязали лицевых накид и кромочную провязываем изнаночной петлей все провязали 7 ряд мы с вами вяжем лицевыми петлями полностью описание как вяжется подошва я оставлю внизу под видео в принципе все пинетки вяжутся однотипно ничего тут сложного нет главное правильно добавлять на подошве чтобы петли были равномерно распределены и подошва была ровно и так вяжем все лицевые и так 8 ряд опять кромочную снимаем накид теперь у нас 18 лицевых 18 довязали 18 лицевых накид теперь 9 у нас лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 накид и опять 18 лицевых до конца ряда довязали до конца ряда накид и кромочная все следующий ряд 9 мы провязываем полностью все петли лицевыми 9 ряд мы провязали 10 ряд вот так кромочную снимаем 25 лицевых 25 провязали петель накид и теперь вяжем еще 25 петель до конца ряда кромочную провязываем изнаночной петлей все довязали подошву на спицах у нас 52 петли и дальше мы с вами будем вязать с 11 ряда по 21 ряд по 20 ряд извиняюсь по 21 я по 21 вижу по 21 ряд одними лицевыми давайте провяжем самостоятельно считаем 11 ряд и 21 ряд включительно мы провязываем вот так все лицевые петли давайте провяжем вернемся посмотрим что у нас получится мы провязали с вами 21 ряд так теперь нам необходимо вывязать вязать мы сок вяжем 21 петлю лицевыми включая кромочную и центральные вот 10 петель вяжем 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 а десятую и следующую петлю вяжем вместе за переднюю стеночку изнаночной петлю вяжем вместе за переднюю стеночку изнаночной петлей все вот так мы с вами будем сейчас вязать мысок опять вяжем 9 петель и чик лицевой десятую следующую петлю мы вяжем вместе с лицевой стороны лицевые по изнаночной стороне лиц изнаночными первое у нас это считается тоже и вот таким вот образом мы с вами вяжем и сок до тех пор пока у нас на спицах не будет по 14 петель получается вот здесь 14 должно быть и вот здесь 14 должно быть таким образом вывязываем вот и так на спицах у нас по 14 петель я провязала лицевыми до конца ряда с лицевой стороны теперь с изнаночной стороны мы провязываем до конца ряда изнаночными петлями все провязываем до конца ряда довязали до конца ряда разворачиваем на лицевую сторону и нам сейчас необходимо сделать вот такие вот дырочки для завязочки дырочки делаются легко первая петля снимаем далее две петли провязываем вместе за заднюю стеночку накид 2 петли вместе накид и вот таким вот образом мы с вами вяжем до конца ряда в конце ряда у нас две лицевые 2 петли вместе лицевой и кромочная петля провязываем изнаночной петлей провязали разворачиваем на изнаночную сторону теперь мы с вами вяжем все петли кромочную снимаем изнаночными петлями с изнаночного ряда накид провязываем тоже изнаночной петлей и так вяжем до конца ряда все дырочки вывязаны теперь необходимо нам вот эти оставшиеся петли распределить на 4 спицы сейчас посмотрю я может быть я на 3 распределю так 10 4 6 7 9 10 сюда можно побольше взять 12 15 вот так вот наверно где то наверно на 3 оставлю так теперь смотрите здесь у нас вот такая вот получается хитрость чтобы нам перейти на круговое вязание нам надо вот эту петлю слева спицы на правую набросить из пропустить ее через петлю вот и все сейчас мы эту ниточку обрезаем и привяжем зелененькую ниточку давайте вяжем я привязала но удобнее вязать будет на 4 спицах сейчас я посмотрю можете на 4 спицы одену все мне на 4 спицах вяжем резиночку 1 на 1 чередуем лицевая петля изнаночная петля изнаночная петля изнаночная петля лицевая петля изнаночная петля так вяжем по кругу я провязала 11 сантиметров резиночки давайте покажу здесь у меня 11 сантиметров резиночки вверх и давайте провяжем ту высоту которая вам нужна и встретимся все итак я закончила вязать резиночку с 11 сантиметров обвязала рачьим шагом вы можете сделать любую обвязку можете не делать обвязку я вот рачьим шагом не хочется так здесь нам сейчас надо сшить но прежде чем сшить мы с вами сделаем вот такие вот зернышки для этого нам нужна иголка в иголку нам надо вдеть ниточку вот сейчас покажу как я делаю чтобы ниточку не отрывать итак я в дело ниточку и вот просто мы с вами вот таким вот образом смотрим чтобы у нас здесь ниточка не до конца чтобы не выскочила и вот просто вот так вот захватываем петелечку и вот просто вот так все вот все следующее у нас вот сюда снизу мы с вами сильно не утягивайте чтобы у нас не тянуло изделие вот так вот что у нас внутри получится так сейчас мы с вами здесь вот и и вот сюда вот идем мы с вами нет ни сюда наверно вот здесь сбоку сделаем чтобы далеко не гулять вот сюда сделаем вот так сильно не утягиваем вот так вот и все и вот так мы с вами делаем делаем вот такие зернышки вот сюда сделаем и вот так можете конечно бусинки пришить как вам хочется я решила бусинки не делать бисер не делать ну вот так вот тоже неплохо вот что у нас получается изнутри не стягивайте как бы ну все давайте вот так вот самостоятельно сейчас мы с вами все сделаем кто хочет бусинки пришивать тут пришивает бусинки вот как-то вот разнообразить немножечко вот так вот ну вот я закончила ниточку уводим на изнаночную сторону и просто вот аккуратненько здесь закрепляем и все и все еще раз повторюсь кто хочет делать бусинки бисер пожалуйста ну и все сейчас ниточку здесь я попрячу и будем пришивать и так уворачиваем пинеточку на изнаночную сторону и начинаем с вами пришивать вот видите вот косичка за нижнюю часть косички мы с вами так вот эту часть мы оставим и просто вот таким вот образом за нижнюю мы с вами сшивой сшиваем пинеточку вот так вот до самого конца вот так вот таким вот образом за нижнюю часть косички вот вот и получается тут видите не видно ни ни шва ничего не с изнаночной стороны не мешает ни с лицевой все аккуратненько и красиво вот мы с вами прошили пинеточку смотрите дырочка остался вам здесь надо сделать так чтобы острым углом не было поэтому мы с вами вот так по кругу раз два вот в каждую петелечку потом стянем у нас будет аккуратненько закругление которое не будет ребеночку мешать и будет аккуратненько выглядеть острыми углами торчать не будет вот и все все мы вот так вот потихонечку стягиваем и все вот так зашиваем все пинетка у нас готовая ну все пинетка у нас готова ниточки внутри я все спрятала вот у нас подошвочка нету шва который бы нам тут не нравился да ничего у нас тут не торчит все аккуратненько так так сейчас вот мы с вами делаем из воздушных петель шнурочек 90 воздушных петелек я сделала сейчас покажу как я делала цветочек это я его потом пришивала и все мы с вами начинаем вдевать вот сюда вот сюда вот и вот таким вот образом мы с вами продеваем шнурочек каждую дырочку и потом пришиваем цветочки давайте шнурочек сами в день им и не думал что здесь что-то сложное вот давайте в день им шнурочек и вернемся все я продела вот такой цветочек нам надо связать 5 воздушных петель мы сами выполняем 1 2 3 4 5 соединительной петлей в круг воздушная петля у нас служит столбиком без накида и сюда в круг круг нам надо сделать еще девять столбиков с накида без накида все вместе будет десять уже два три четыре провязали десять соединяемся столбик без накида соединительная петелька у нас идет вот все соединились можно нам обрезать ниточку она нам уже больше не нужна вы можете другой цвет придумать сюда всю эту ниточку мы сейчас с вами спрячем все она мне нужна больше сейчас присоединим белую ниточку вот такой вот у нас серединочка получится вот так соединяемся 3 воздушные петли подъема 1 2 3 делаем накид вот смотрите вот отсюда мы с вами делали вот следующую петельку мы с вами делаем столбик с накидом 1 ой с двумя накидами девчата с двумя раз два следующую раз два три сюда же раз лепесток теперь три воздушные петли 1 2 3 и смотрите вот мы с вами делали столбики с накидом следующую петлю мы с вами вяжем столбик без накида 3 воздушные петли без накида соединительным вот таким вот вот у нас получился вот такой лепесточек теперь вот отсюда же опять выполняем 3 воздушные петли 1 2 3 2 накида вот мы делали следующую мы с вами выполняем 1 столбик двумя накидами 2 и 3 и таким образом у нас с вами должно получиться 5 лепесточков 1 2 3 вот выполняли в следующую мы с вами выполняем соединительный столбик вот уже 2 лепесточка 5 лепесточков вяжем до конца ряда потом покажу как заканчивать и так вот мы с вами заканчиваем вот у нас столбики с двумя накидами теперь выполняем 3 1 2 3 воздушные петли и вот смотрим сюда вот откуда мы начинали вот сюда же в эту петельку мы с вами выполняем соединительный столбик все цветочек у нас готов ниточку потом спрячем вот эти ниточки все спрячем потом мы с вами сейчас присоединим вот эти хвостики оставила сейчас я присоединю вот к цветочку куда нибудь вот сюда вот так присоединю раз потом зеленую эту ниточку тоже вот здесь вот я спрячу вот здесь подник под петелечками потом я беру второй цветочек вот так присоединяю беру бусинку и пришиваю ниточками с одной стороны бусинка вот и с другой стороны у нас тоже бусинка и я буду пришивать вот такой вот цветочек у нас должен получиться ну все давайте все это сделаем самостоятельно и посмотрим в итоге что у нас получилось так я закончила вот смотрите я пришила бусинки у меня с двух сторон такой вот получился цветочек как в 3d и просто вот берем и завязываем все вот такие вот пинеточки в интернете очень много разных моделек все вяжут ягодки хотелось бы вот что-то новенькое вот освежить другой цвет добавить что-то вот свое добавить вот такие вот цветочки в 3d модельки все практически вяжутся однотипно так что вот такие вот красотульки у нас получились ну что спасибо что зашли на мой канал подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии я всем очень очень рада всем пока пока с вами была татьяна